Вы смотрите отзыв об отеле Грекотел Плэза Спа Апартментс. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Салом, который был в нем в 2017 году. ЕСАС, как говорится, Калимера Калиспера. В этом году Греция, Крит. Вылетели из Уфы авиакомпании «Северный ветер». Задержка на один час была не критична. Лету 4 градусов в половину часа и мы в Ираклионе. 7 июня ранним утром было не жарко. До отеля 80 километров, ехали полтора часа. Адионовский гид, все как всегда, раздала буклет из даты и временем инфо-встречи с отельным гидом. Отель Грекотел Плэза Спа Апартментс. Ресепшн. Сам отель. Номер дали ближе к 13 часам. Номер 132 на первом этаже с кухней гостиной и спальной. Мы брали завтраки и ужины, обедов в отеле в принципе нет. Питание хорошее. Утром чай, кофе, напитки другие не пробовал, но были. Омлет, яичница, сосиски, жареный бекон, сыры, колбасы, сладкое. На ужин напитки платные. Разок были улитки, а так мясо, курица, рыба, овощи, фрукты. Пляж через дорогу. Зонтики и лежаки, а также пляжные полотенца. Все это бесплатно. Пляж убирали каждый вечер, даже лежаки подвешивали под зонтами. Вход с небольшой полосой гальки, не критично. Душ. В целом отель с хорошим питанием. На ресепшн есть снос на русскоговорящие Маргарита и Ираклий. На территории есть два бассейна. Есть спа-центр, вот цены. Спа-центр ходил один раз на массаж, разок сходить можно. Хамом и сауна бесплатно. Заранее забронировал автомобиль на прокату. Подогнали котелю, заполнили договор, проверили уровень топлива и все. Бустеры и карту тоже дали. Volkswagen Polo на механике. Расход около 6 литров на сотню. В итоге проехал 1200 километров за время отдыха. Теперь про поездки и экскурсии. Ретимно. И пешком, и на авто были почти каждый день, так как отель находится в этом прекрасном городе. Поехали на авто посмотреть крепость Фортецца. Припарковались на платной стоянке в порту. Пешком прошли до входа и прогулялись по территории крепости. В субботу поехали на рынок, он разворачивается недалеко от футбольного поля. Почти каждый вечер ходили из отеля пешком по променаду до центра. Один раз обедали в таверне с видом на Ретимно. 8 июня с утра поехали в сторону Ханьи, чтобы побывать на острове Святого Теодора. По наводке из инстаграм, он подчеркивает не оберкина о том, что на этот остров допускают посетителей только раз в году. Спасибо ей за это. Кри-кри не видели, но остров симпатичный, кораблик отходил от Агии Марии. Напротив этого банка есть вот эта аптека. Проход на причал за ней. От Кри-кри увидели только рожки. В этот же день после обеда поехали на юг острова в надежде на теплую воду. Кбил на телефон маршрут МЭПС. В мире погнали. Ехали и приехали на пляж Домнони. С погодой случилась катастрофа, но дождь не пошел. Вода была прохладнее, чем Гритина, но я поплавал. На обратной дороге стихийно заехали в монастырь привели. Еще до поездки в сети познакомились с прекрасным человеком и знатоком Крита, Татьяной. Инстаграм, крит подчеркивание лайв подчеркивание энд подчеркивание драйв. И договорились с ней о двух поездках по острову. Итак, первый день. Озеро Курнас. Актера. Музей типографии. Парк Венезелосов. Хания. Аргируколи. Озеро Курнас. Единственное пресное озеро на острове. Можно искупаться, покормить бусей, уток. Мы взяли катамаран и покатались по озеру, посмотрели на черепах. По пути в Ханью решили заехать на пляж Ставрос, где Энтони Куин в скороносном фильме Греб Зорба танцевал свой знаменитый сиртаки, который клецким танцам оказывается и не является. Парк Венезелосов. Виклый Ханью. Хания. Прогулка по городу. Зашли в морской музей. Пообедали в таверне в Венецианском порту с видом на египетский маяк. Музей типографии. Интерактив для детей. Напечатали газету. Открытку. Послушали интересную экскурсию. Актера. Раскопки античного города. Недалеко находится одноименная крепость. Закрыта для посещения. Красивый вид на город Ханья. Аргируполис. Местечко с водопадами. Еще один день Статьяны включал в себя Элифтерна. Маргаритис. Меледони. Панорма. Пляж Геропотамос. Правда сначала в незапланированной программы, но не менее интересной. Мы поехали на фабрику по производству оливкового масла. Элифтерна. Остатки античного города-государства. В месте остановки сохранилась часть стены и резервуары для хранения воды в виде пещер. Маргаритис. Колоритная традиционная деревня, известная на весь Крид своими гончарными мастерскими и керамическими изделиями, которые, к слову, здесь можно не только приобрести, но и даже научиться делать собственными руками. Можно заказать мастер-класс, стоимость 8 евро с человека, продолжительность 1 час. Меледони небольших размеров, красивая пещера с богатейшей, одновременно печальной историей. Пляж Геропотамос, расположен на северном побережье, песчано-галечный. Славится красивыми видами и пещерами. Искупались и отобедали. Отдельное спасибо Татьяне за восхитительные рассказы по Крид. Ни один из вопросов не остался без ответа. С юмором у нее тоже все прекрасно, доисторических, географических и практических знаний хватает с лихвой. Санторини был одним из пунктиков. Купили туры в уличном агентстве. Взрослые, 135 евро, дети до 10 лет, 67,5. Считаю, что нормально. В 630 копейках отелю приехал автобус и забрал нас до порта Ироклиона. Отель ланчбоксов не дает, а покормили утром в ресторане, омлета не было, но чай, кофе и холодные закуски были. И то ладно. Кстати, учитывая, что приедем поздно и на общий ужин не успеем, попросил на ресепшн решить вопрос. Они нам в номере накрыли. Нормально накрыли, йогурт каждому и каждому тарелку с овощами, мясом, сыром, хлебом. Короче, голодными вечером не остались. Экскурсия, конечно, была обзорная. Два час шли на быстроходном пароме, никого не тошнило. Потом в автобусе Ивы Ю, Фиру и на пляж с черным песком. Обратно паром стартует из Санторини в 17 часов 25 минут. В целом для галочки съездить можно. Не поехать в Кноский дворец для поисков Минотавра никак было нельзя. Припарковались на самой нижней стоянке и встали в очередь в кассы. Простояли, наверное, полчаса, взяли комбинированные билеты, в Кнос и в археологический музей в Роклеоне стоимостью 16 евро, и пошли. С погодой повезло, было облачный так, что не зажарились, потом поехали в центр Роклеона. С парковками туго, поставили на платную подземную парковку и пошли в Старбукс глотнуть в рапе и кофе. После этого по карте дошли до археологического музея. При возвращении в Ритимно заехали в Бали, пообедали в таверне с видом на пляж. Вот это таверна. Вода все-таки была бодрящая, просто постояли и уехали. На Балас тоже сгоняли. Хорошо, что выехали с утра, а то при возвращении, а уезжали мы оттуда часа в два дня, машины были припаркованы на подъеме к стоянке и проезд оставляли только для одного автомобиля. Как они там вечером разъезжались, я не знаю. Ехали часа два от отеля, въезд по одному евро на взрослого. Грунтовка в конце дороги не очень, потом еще пешком топали. Вниз еще нормально, вверх тяжковато. Осликов внизу не было, видимо мы рано возвращались. Красивое место, мелко, тепло. Покупались, повалялись и обратно. В Маталу поехали в первый день фестиваля. Полазили по пещеркам, искупались, попили кофе в таверне, в которой снимали Орел и Решку, Акуна Матата. Несколько пожилых хиппи увидели. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.